Увидеть в стенах Щелковского музея такие работы, прямо скажем, неожиданно. С живописных полотен на зрителя смотрят глаза героев. Еще недавно учителей, бизнесменов, рабочих, врачей, людей мирных профессий, которых сегодня объединило одно общее дело – специальная военная операция. Ребята выполняют важнейшую задачу обеспечения безопасности России и, конечно, заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Так сказал об этих героях президент. Глобальные темы в жизни общества всегда находили отражение в искусстве. Тема СВО – животрепещущая для каждого человека, а для художника и подавно. Год назад Общественный фонд культурных инициатив Московской области начал проект под названием «Новые герои Подмосковья». Его поддержали правительство, Союз журналистов Подмосковья, Фонд президентских грантов. По городам региона поехали передвижные выставки, произведения подмосковных художников и молодых и уже заслуженных, посвященные участникам и событиям специальной военной операции. Наш музей уже четыре года сотрудничает с фондом, поэтому выставка здесь. Настало время, 22-й год, и ребята пошли, пошли на фронт. Кто-то пошел сам, добровольцы, кого-то призвали, кто-то воюет и сейчас, и кого-то, к сожалению, и сейчас нет. И время проходит. Я думаю, эта война тоже скоро закончится, но глаза лебят. Их лица останутся на полотнах. Эта выставка показывает, насколько силен наш народ. Те глаза, которые представлены на портретах, с той глубиной, с тем героизмом, которые отображены художниками. Вот пусть они заденут сердца, то наше поколение молодое, чтобы они поняли, что все не просто так. И русский человек всегда готов быть на страже своей родины и страны. Практически все работы на выставке надолго притягивают взгляд, заставляют остановиться и задуматься. Одну хочется отметить особо. Известный щелковский художник и иконописец Игорь Кривов написал портрет нашего земляка. Я написал портрет Сергея Брылькова. Это наш с вами гражданин, который живет в щелковском районе. То есть мы, возможно, многие из нас его даже видели. И он доблестно защитил троих своих сослуживцев. К сожалению, он погиб. Когда я получил материал, фотоматериал, потому что я его вживую не видел, для меня было просто, знаете, каким-то потрясением его выражение, его глаза, полные жизни. И это невозможно, знаете, как-то оставить без какого-то своего соучастия. Эта работа уже принадлежит семье героя. Как и все портреты погибших участников СВО, после окончания проекта будут переданы их семьям. Также Фонд культурных инициатив планирует издать альбом, в котором будет информация о художниках, чьи работы представлены на выставке, и, конечно, истории об участниках СВО, изображенных на произведениях. Выставка в Историко-художественном музее продлится до 19 октября. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.